Добрый день, уважаемые трейдеры-инвесторы. Сегодня 26 января, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, сегодня ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальновидный слуга сгенерировал только пока одну статью, которая радостно сигналит о том, что пора забирать деньги со стола, как говорят некоторые игроки. И отработались две торговые идеи по евро-доллару, будет еще торговая идея по еврокаду, но это будет позже. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Итак, перед вами золото, которое мрачно растянуло свои золотые котировки, приближаясь к отметке в 2000. Но сегодня, друзья мои, очень новостной денечек. Сегодня в 16.30 по Москве две новости базовые заказы на товары длительного пользования и первичные заявки по безработчику. А в 18.00 продажи нового жилья. Эти все новости по доллару. И, как вы понимаете, если они будут зеленые, то золотишко как бы слегка расти перестанет. И, в принципе, вся вот эта натяжка, она как бы, возможно, неспроста. А может быть, спроста. Да, в любом случае, для поиска либо формирования ваших шортовых позиций, к сожалению, пока еще условия не созрели. Потому что продавать на каждом перехае, знаете ли, довольно дорогое занятие. Поэтому я предлагаю набраться терпения и дождаться появления интересных сетапов. В данном случае шортовых. Возможно, это будет новостные импульсы. И пока их, к сожалению, нет. Пара евро-доллар вчера покормила меня профитами. И, кстати, не первый день подряд. Синими прямоугольниками показаны сломы 15-минутных тенденций. И заходы, ну, кривоватые, но все-таки заходы от них, которые ваш покорный и, в данном случае, слегка дальновидный трейдунишка все-таки реализовал, опираясь на свои же собственные торговые идеи, которые я озвучиваю, в том числе и на этом YouTube-канале. Соответственно, что по первой цели у нас отработались позавчера шорты и по второй цели у нас отработались ланги с опорой на сломы 15-минутных тенденций. Мне очень нравится этот метод, особенно если он еще и прикручен или даже прислюнявлен к таймфрейму H4. И это все работает на одном единственном инструменте евро-доллара, которого я считаю абсолютно достаточно, чтобы зарабатывать монету на валютных спекуляциях. В принципе, что, поздравляю тех, кто вставал вчера со мной в ланги, вот, это было непросто, вот, заметьте, что вчера, например, как я и говорил, на Америке был прекрасный заход с отката на тесте сломов с прекрасной площадкой, можно было целый день вообще не втыкать в монитор, а отрабатывать чисто американскую сессию. Очень часто так бывает, обратите внимание на экономию вашего драгоценного времени, а время, как вы знаете, самый ценный ресурс в нашей жизни. Переходим к паре фунт-доллар. Фунт-доллар вчера также давал так называемые пулбеки, да, передаю привет своей учительнице английского языка, вот, у нас были стряхи, пинбары, и на четверочках у нас идет давление снова на хая, пожалуй, фунтик обновить экстремумно. Многие накругляют свои трейдерские глазенки и говорят, как же так, фунт растет, если все в британской экономике плохо, вот. Но напоминаю, что в паре фунт-доллар, кроме базовой валюты фунта, есть еще и котируемая валюта американский доллар. Так вот, последние тренды, которые вы видите и которые вас пугают, связаны с ослаблением американского доллара, а не с укреплением позиций фунта. Примерно так, значит, что здесь может произойти? Скорее всего, будет обновление хаев, вынесут продавцов, ну, а там уже выйдут новости и, как говорится, как бог даст. К сожалению, на сегодняшний день сетапов, сетапов любопытных нет, кроме поглощения на дневках, которое вчера произошло. Но если вы готовы купить со стопом в 1000 пунктов и порадоваться прибыли в 600, то вы можете это сделать прямо сейчас. Но, возможно, рынок растянется и подальше, и вы можете заработать много денег, а может быть и нет. Переходим к доллар-иене. Доллар-иена начинает замедляться. Пару таких вот вяленьких свечей. Понятно, что эта вся шартовая структура еще не сломлена под дневком. Вот все потихонечку падает. Но меня очень интересует вот этот пробойчик, который произошел сегодня. Или он еще не произошел. Он еще не произошел, но может произойти. Он может быть ложный, друзья мои, к сожалению. И это очень будет любопытный момент. То есть, если это будет давление, и иена прилипнет к этому уровню, то можно поработать на давлении, на пробой этой зоны и захвата уже, ну, обновления вот этих минимумов, скорее всего, на американских новостях. Вот, если пробой этой зоны будет ложный, ну, к примеру, да, вот ложный, то мы можем улететь вот сюда. То есть, в эту зону стопов продавцов, которые здесь вот шартят, как потерпевшие. В общем, так примерно. То есть, можно аккуратненько, аккуратненько подшарчивать, вот, на, чтобы пощупать этот пробой истинный, он будет либо ложный. Если этот пробой будет истинный, вы держите до обновления минимума года. Если мы возвращаемся назад, ну, вот, вы принимаете без убыток и с откатикой лангуете уже по хаям продавцов. Ну, примерно так можно это сделать. По большому счету, то же самое будет происходить, скорее всего, и по паре евро-доллар, да, после обновления вот этих экстремумов. Кстати, мы почему-то про него не сказали. Какие перспективы ждут этот инструмент? На дневном таймфрейме у нас отрабатывался пин-бар в тенденции. Сейчас мы бьем хая. Вот, рынок перетянут и рынок перетянут перед новостями. Если это все посыпется, то упадем в цели, которые показаны у меня на графике. Но я сторонник все-таки опираться на какие-то инициативы. Ну, если вы хотите продать, то шартовые, которых пока нет. Нету их, вот, они могут появиться сегодня. Вот, вы, конечно, можете поймать вершину рынка, подойти к зеркалу, повесить корону на голову и сказать, что вы поймали бога за бороду. Но, друзья мои, по статистике, к сожалению, в следующих 9 случаях из 10 вы будете ловить лосей на хаях. Поэтому ждем, ждем, ждем. То, что я вижу, пока это похоже на натяжку перед новостями. Переходим к нашим инструментам, которые мы анализируем в рамках сеточного метода торговли. Это в основном кросс-курсы и единственный мажор, который к ним примыкает, по моему сугубо некомпетентному мнению, является доллар-франк, который периодически нас кормит сетями. Вот, и вот уже сейчас начинает тоже доллар снижаться. Сегодня на новостях, если доллар просядет теоретически, мы можем увидеть новые минимумы и будем набирать фланги. По большому счету, очень интересная метода получается. То есть, вы готовы, грубо говоря, чисто теоретически продавать евро-доллар, либо золото работать на укрепление американского доллара, а в сетках вы работаете на ослабление американского доллара, понимаете? Ну, либо наоборот. Вот, и вот этот хеджирование, оно очень любопытно на самом деле. То есть, вы работаете в инструментах, которые, допустим, волатильны с помощью импульсного метода, допустим, в сторону укрепления доллара, а в сетках работаете на ослаблении, но на инструментах менее волатильных. Если вы понимаете, что я сказал, поставьте лайк под этим видео. Ну, а мы двигаемся дальше. И у нас канадец Франк, который вчера, вчера перестал расти после инфляции и... А, нет, после ставки, после ставки по Канаде и после пресс-конференции Банка Канады. Ничего там особо, особо не произошло такого, но канадец немного просел. Соответственно, немножко подрастроил сеточных тройдунишек, которые мечтают о повышении инструмента. Ничего страшного здесь не происходит. Мы ждем коррекции. Вот, если для этого понадобится еще месяц, для нас не проблема, потому что мы... Мы, ну, я имею в виду те, кто торгует сетями правильно, используют счета без начисления, либо даже списывания свопов. Да, друзья мои, такое бывает. Брокерские компании списывают свопы у обычных тройдунишек, потому что... Они не знают, что в компании ИнстаФорекс по партнерской программе Андрея Шевченко действуют невероятные, невероятные особые торговые условия, с помощью которых вы можете вообще никогда в своей маленькой трейдерской жизни не платить свопы и держать позиции месяцами, годами бесплатно. Есть такое слово, друзья мои, оно существует, и это слово бесплатно льется медом на ваши трейдерские ушки. Поэтому, удерживая канадец Франк бесплатно, вы повышаете шансы на то, что этот инструмент рано либо поздно навалит вам денег, и вы почувствуете себя финансово независимым. Канадец Йена тоже подваливает, вот, но зона интересов показана у меня немножко ниже, в этой зоне он нам пока не интересен. Франк Йена, та же самая история, ждем пониже. Идем дальше. Герой асфальта, Аудикат, обновил таки вершину мая 22-го. Очень странного года, друзья мои. Если вы сеточный трейдер, то в этой зоне вы должны напрячь свои трейдерские булочки, для того, чтобы все-таки найти в себе силы набрать сетку шортов в этой зоне, и финансово обогатиться на валютных спекуляциях с помощью набора сетки шортов на понижение этого инструмента, как минимум на зеркальный уровень, который мы сейчас пробили. Инструмент прошел очень как бы слегка дофига, почти 10 тысяч пунктов. Пробил все, что можно, и вполне себе может скорректироваться и обрадовать нас денежками. За декад в этом плане тоже немножко не растет, тоже приподнимается. Тут канадский доллар тоже влияет, но ждем, ждем глубоких коррекций. Новозеландец Франк пока вне зоны интересов. Австралист-Новозеландец все-таки коснулся 50 пофиба, и те, кто ждал этой отметки, заработал наполовину больше, чем я, и проникся торговой идеей отката сеточных кроссовых инструментов на 50% от сильных движений. Австралист-Новозеландец это просто подарок судьбы, обратите свое трейдерское внимание на него. Нефть, нефть в принципе пока еще не сломила свою тенденцию лонговую, но очень тяжело ей расти, вот, расти есть куда, есть куда, вот. И такие быстрые, быстрые трендовые уже так слегка у нас подпробиты, вот такие более пологие трендовые еще не пробиты, вот. Но я продолжаю удерживать лонги и все-таки верю хотя бы в 83 доллара и 93, там буду фиксировать обе части своих лонгов, купленных по 73. Я думаю, что вы держите вместе со мной и периодически радуетесь этому событию. Так, биткоин откатывает, вот, ну тут опять же ждем долларовые новости, вот, будут хорошие откаты, будем подбирать лонги, пока их нет. Вообще в идеале купить вот здесь, на вот этом сломим, то есть по 17800, вот, и выйти потом по 25. Привет Роберту Киосаки. Тесла подрастает, я буду держать, наверное, до 200, возможно, возможно, чуть ниже, вот. Что у нас еще, кстати, что там, доллар-рубль живой, ну так себе. Так, американская фонда, S&P, как вы видите, все подрастает, все подрастает. На дневных графиках у нас вчера пин-бары, вот, пин-бары. Кто смотрит новости, рекомендую их не смотреть, вот, а смотреть то, что показывает нам инструмент. Инструмент явно давит на трендовое сопротивление, и это будет скоро пробой этого всего, и прям печаль. Вот здесь была одна инфляция, вот здесь другая инфляция, здесь будет, если третья инфляция выйдет и накроет эту, то это уже будет слом структуры. Так, что по другим необычным красам, таким как Еврокат. Дело в том, что Еврокат в своих дневных стремлениях уже, прям, смотрите, прям кольнул уже хая. И те, кто хочет поднабрать его в шарты, должны присмотреться. Инструмент прошел 17 тысяч, это длинноходный товарищ, его надо набирать шагом не менее тысячи пунктов по пятому знаку. И вчерашние новости по Канаде были тому триггером, вот, я не знаю, что это за слово, вот, но вы должны присмотреться к шартам, потому что пробой уже был, ну вот, и триггер, говорят, что тоже был. Так, дальше, что у нас Еврокат, аудио, 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 в принципе, больше нам ничего интересного. Сильвер, сильвер все-таки идет в трешку, вот, но хотелось бы, конечно, цен получше. Давайте переключимся к YouTube-каналу InstaForex, такой, друзья мои, существует, и моему вчерашнему обзору, который набрал всего каких-то 627 просмотров. Видно, я теряю популярность в интернете, надо уходить в подполье. Макс, спасибо, Андрей, что вы точно поняли, что у меня происходило во вторник, в среду. Действительно, рынок давал плюсик по евро, но по первой цели, но я хотел больше. Слушай, вот она, вот она, трейдерская жадность, друзья мои, и не зафиксировал прибыль, меня выбило. Расскажите, как это исправить? Буду забирать прибыль по первой цели или фиксировать половину, а второй без убыток, это снимает все вопросы. Ну, конечно, да, но в любом случае, Максим, вы должны, ну, я так понимаю, Максим, да, вы должны, во-первых, определиться, в каком тренде, либо тенденции, я бы сказал, вы находитесь, там, хотя бы, там, среднесрочная. Если она лонговая, вы пытаетесь, там, взять какие-то шортовые истории, берите первую цель и выбегайте с прибылью из этих позиций. Если вы находитесь с шортовой тенденцией и цепляетесь, там, по первой, второй, третьей цели, там, у вас есть, то держите дальше. Это логично, вот, и вы всегда можете своему внутреннему игроманчику объяснить, почему вы так сделали, потому что у вас есть система выходов в рамках, с опорой на рыночные тенденции. Вот, вот так, примерно, вот такой вам месседж, месседж. Сан Саня, здравствуйте, Андрей, расскажите подробнее про вас трейдерский чат, о чем, о чем он, там, сигналы или обсуждение о сделках. Там трейдерский чат и сигналы и обсуждение о сделках. Ну, в принципе, там мы обсуждаем все вопросы по трейдингу, то есть, там, там кидаю сигнал не только я, там есть еще у нас ребят довольно грамотные, торгуют, ну, по разным стратегиям, ну, примерно мы смотрим в одну сторону. Вот, что, есть сигнал, ждем отката, заходим, сигналим, удерживаем, фиксируем профит либо убыток, обсуждаем, разбираем, можем разбирать сделки, да, кстати, что-то последнее время не разбираем, надо поразбирать сделочки, если кто-то торгует именно в рамках нашего торгового метода. Вот, ну, и различные такие трейдерские нюансы, которые, ну, сложно, как бы, объяснить, там, по установке симулятора, у кого-то, там, проблемы с, там, с заводом-выводом, кто-то не поймет, как поставить шаблон, там, какой-то, ну, в общем, все вот такое, как бы, он такой почти круглосуточный, вот. Вот, любые вопросы по трейдингу мы там решаем, обсуждаем, вот. Ну, и в основном он, конечно, о сигналах, по сигналам торгуем там. Так, Дэн Константинов, да, я так понимаю, Андрей Викторович, добрый. Так, евро-доллар под один площадка апрель-январь 23-го года, возможно, протяжка завтрашних новостей до плотности 1.11. на этой отметке неестественный график, а мне любимый вам ордер-блок. Хе-хе-хе-хе, ордер-блок. Так, так, Д1 площадки апрель-январь 23-го года. Че, давайте посмотрим, может, что-нибудь пропустил. Апрель-январь, так, еврик, еврик, Д1, апрель, а, вот это что, да, кстати, вот он апрель, видите. Да, может дотянуться, смотрите, здесь совсем, совсем чутка осталось. Угу. А мы, да, 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 согласен. Ну а что, бычьи тенденции дожать вот этих несчастных там 200-300 пунктов, я думаю, не проблема. Могут, да, могут. Ну я ориентировался на вот стопы вот этих трех дней, ну двух-трех дней и все. Ну да, есть такой уровень, могут дожать его. Ну и я вот в эти там дневные ордер-блоки я не очень верю, честно говоря. Ну, может, я не понимаю их пока. Мне нравятся сейчас пятнашки, очень удобно, комфортно их трейдить, они удобные. Так, ну я вас понял, спасибо. Так, инкогнито. Здравствуйте, постоянно смотрю ваш канал и особенно прогнозы Максима и Андрея. Рассмотрите, пожалуйста, возможность выкладывать прогнозы Андрея на полтора часа раньше. В Казахстане биржа закрывается в 17 часов по времени Астаны и трейдунишки не успевают следовать вашим рекомендациям. Спасибо. Инкогнито. На самом деле Инстафорис готовы выпускать мои прогнозы и на полтора часа раньше, и даже на три часа раньше, и даже на пять часов раньше. Но, к сожалению, Андрей Викторович такая ленивая скотина, которая просыпается только после десяти. И пока он запускает компьютер и пытается понять, кто он в этом мире, проходит еще несколько часов. И, к сожалению, биржа в Казахстане уже не работает. На самом деле я услышал ваш сигнал, буду пытаться встать хотя бы на полчаса раньше. Но, с другой стороны, если честно, я немножко даю фору аналитикам Инстафорис, чтобы их посмотрели, в том числе и вы. А потом уже прихожу я и начинаю, собственно, шурудить своими аналитическими идеями. Но фора есть, буду стараться пораньше, пораньше, глядишь, и стану жаворонком. Так, Валентин Зав, спасибо за ваш некомпетентный взгляд на Форекс. Доллар ослабили, золото пошло наверх, за ним биткоин и эфир, заработал хороших денег и там, и там. Страшно представить на обзоре рынка, если бы у вас был компетентный взгляд. Спасибо, Валентин, за то, что понимаете мои Форекс юморески. Ядов. Как говорится, лучше синица в руках, чем стоп-лосс с безубытком. Что мешает фиксировать профит так же ступенчато, как мы набираем сетку. Мешает человеческая жадность. Зафиксировали прибыль с профитом на коррекционном откате, перезашли легко, легко. Тем временем депозит увеличивается на очередные тысячи вечно зеленых баксов. И есть пространство для маневров. Совершенно с вами согласен. Все скальперы фиксятся частями. То есть импуль взяли, фиксанули, дальше протянули, фиксанули. Но у них все быстро происходит. Секунды, минуты. А сидеть в профите это довольно тяжелое занятие. Сидеть в минусе трейдер может сколько угодно долго. Потому что у него есть надежда и компас земной. А вот когда вы сидите в плюсе, то у вас нет надежды. У вас есть только страх. Вот именно поэтому человек не может сидеть в плюсе долго. Ему нужно срочно фиксироваться. Но в этом случае мешает жадность. Потому что этот плюс, хочется чтобы он был побольше. Поэтому я рекомендую в этих ситуациях не смотреть на деньги вообще. Вплоть до того, что вообще в терминале выключить сделки. Вот у вас открытые сделки, а вы их можете галочкой нажать, там не показывать торговые уровни. И все. И вы смотрите на чистый график без сделок. Ну понятно, что у вас есть терминалы внизу и там меняются суммы. Это все понятно. Но вы тогда не будете предрасположены к какой-то стороне. Вы будете мыслить более объективно. То есть когда нет сделок на графике, вы мыслите объективно. Как только сделки на графике появляются, вы становитесь другим человеком. Поверьте, моему большому опыту работы с аналитиками в разных компаниях, я нанимал довольно много людей. Они хорошо прогнозировали до тех пор, пока не начинали торговать даже на демо счете. Как только появлялись сделки на их собственных счетах, не дай бог еще и реальных. То есть все их аналитические гениальности резко пропадали. То есть они были ангажированы в конкретную сторону и ни о чем другом не могли думать. Вот я это проверял тысячу раз. Попробуйте вот такой вот способ. Посмотрите за собой со стороны. Так, напоминаю, что сегодня большая пачка новостей в 16.30 и в 18.00 по Москве, по американскому, друзья мои, доллару. Также напоминаю, что под каждым из моих видео есть группа ссылок, с помощью которых вы можете либо перейти на сайт InstaForex, что не просто по нынешним временам. Вот здесь открыть счет по партнерской программе. Перейдете на сайт и будете серфить InstaForex видео. Так, Telegram чат по вопросам партнерской программе. Также подключайтесь, спрашивайте, что хотите. Довольно много людей сейчас сюда переходит. Там идет такое легкое общение. Этот чат бесплатный. Я там не сигналю. Вот чат по торговым сигналам. Он отдельный и доступен по моей партнерской программе при пополнении счетов InstaForex от 500 долларов. Вам будут доступны счета без начисления свопов и ультра спреды. Все вопросы можете задавать вот в этом Telegram чате. Я там восседаю практически круглосуточно. Также можете написать мне письмо на почту, которая находится здесь. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи на очередном обзоре рынка Forex завтра утром. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok